Все представители знака Зодиака Рак, я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и для вас я снимаю ваш таро прогноз на последующую неделю. Посмотрим и проанализируем период с 19 по 25 сентября 2022 года. И в работе сегодня будем использовать таро черное на золоте, а также ленорман золотой нити. Схема расклада для вас известна. Смотрим, как всегда, позитив и негатив, совет от карт и неожиданность этой семидневки. Позитив, негатив, совет. Что у вас здесь? Ну, одно радует, что в большей степени неделя вроде бы как обещают быть проходящей, поэтому смотрим, что несет, какие перспективы. Итак, здесь ограничения. Ограничение может быть в плане удовольствий, свободного времяпрепровождения, потому что Папа Жу Пентакли, Королеве Чаш. Это углубляться в обучение, получение новых навыков, особенно если это касается хобби, как, знаете, творчество, самовыражение или хендмейт. То есть то, что приносит вам удовольствие. То есть ограничить себя во всем остальном. То есть может не хватать времени на личную жизнь, может не хватать времени на друзей, на семью, еще на какие-то нюансы, потому что здесь погрузиться в эти нюансы. Дальше. Это могут быть ограничения, которые связаны с учебой ваших детей, если у вас есть детки. То есть не будет хватать времени на социальную жизнь. То есть это кружки детей, учеба детей и еще прочие моменты. По картам еще, если вы планируете зачать ребенка, то опять ограничения. У кого-то в питании, у кого-то стабилизация режима дня, чтобы у вас вырабатывались определенные гормоны. Отказ от вредных привычек. То есть здесь это то, что делается впоследствии для получения результата. И если это касается вопрос стажировки на каком-либо из предприятия, допустим, вы вышли на новую работу, то идут ограничения. Опять же, ну не то чтобы в плане общения. Вы здесь пытаетесь присмотреться, почувствовать себя. Знаете, как влиться в коллектив. Ведете себя доброжелательно, но вот опять по восьмерке мечей и по жупинтакли ограничиваете. То есть не навязываете какое-то свое видение, либо свой опыт в плане выполнения рабочих процессов. Это пока быть, знаете, это как держать себя в ежовых рукавицах. Если же карты смотреть с точки зрения личной жизни, и на текущем этапе вы у нас свободны, то здесь по четверке пентаклей могу сказать, что ситуация останется неизменной. Не потому что вы не хотите наладить свою личную жизнь, а потому что вы сейчас от нее закрыты, у вас более важные и значимые вопросы и задачи. Если вы в любовных треугольниках, то король пентаклей здесь указывает на ситуацию, что вы можете ограничить общение с человеком ради своих каких-то амбиций, своего удовольствия, то есть посвятить время себе, реализации вашему, допустим, взращиванию даже элементарно самооценки, потому что Паш Пентаклей, королева час, очень часто говорят и символизируют о том, что вы получаете новый опыт через общение с психологом, то есть прорабатываете какие-то внутренние блоки. И здесь еще, если вы рассчитывали на финансовую помощь со стороны человека, то карты говорят о том, что не будет пока тех ресурсов, тех финансов, если вам даже обещали какую-то финансовую помощь или поддержку, пока это не представляется возможным, то есть несколько позже. Если вы в стабильных отношениях, по повешенному, ну, во-первых, ситуация здесь может без изменений идти, но вы можете ощущать себя в статусе жертвы. Проблема ваша в том, что вы закрываете на это глаза, на то, что вас не устраивает, ну, как вариант, нет помощи в бытовых каких-то моментах, либо человек как-то стал холодно относиться. Так вот, Паш Пентакли и королева чаш, не в обиду вам на такая позиция, все принести на блюдечке с голубой каемочкой, вы для всех удобным или удобной. Вот эту позицию нужно будет прорабатывать. Это будет, конечно, для вас болезненно, но необходимо для того, чтобы все-таки вы выработали свой внутренний стержень и не давали возможности манипулировать собой третьим лицем. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, и вы, например, на текущем этапе не работаете, то работы здесь нет, потому что многие здесь досматривают детей либо вообще оказывают какую-то помощь, то есть няня, гувернантка, сиделка и так далее. Здесь это, знаете, как вопрос подработки, но вы можете чему-то обучаться, получать какие-то новые навыки, чтобы впоследствии найти для себя ту работу, которая для вас будет наиболее удобна. Если вы работу все-таки ищете, то здесь по двойке чаш это трудоустройство, это стажировка, это новый опыт, но восьмерка мячей это ограничение, то есть понятно, что это, знаете, как не будет на ваших условиях, и по восьмерке мячей на многие вещи нужно будет закрыть глаза. Ну, допустим, график работы, который вас не будет устраивать, либо низкий уровень оплаты на период стажировки, либо ряд других моментов, ну, которые, знаете, они, конечно, для вас актуальны, но сейчас, взвешивая все за и против, вы для себя принимаете такое решение, как переждать этот сложный момент. Если вы у нас наемный сотрудник, здесь ситуация отчаяния. Почему ситуация отчаяния? Во-первых, кому-то здесь могут нагрузить стажера, причем, знаете, вам этого не хочется, это первый момент. Во-вторых, тот факт, что вас здесь могут воспринимать как в чем-то, как дилетанта, либо человека без опыта, и не ограничивать ваши полномочия, мало что вам там доверять в плане проектов, либо расширение ваших полномочий. Так вот здесь, Паш Пентакли и Королева Чаш указывают на ситуацию, что вы будете искать подход к руководству, коллективе для того, чтобы получить тот опыт, навыки и знания, которые и дадут вам возможность карьерно расти. Если вы владелец собственного бизнеса, по шестерке Пентакли карты, которые говорят о том, что нужно вкладываться, помогать, и вложение здесь, в первую очередь, касается персонала, его обучение, его, знаете, как вышкалить, потому что здесь восьмерка мечей, это не ограничение, это не вложение во что-то новое, то есть не инвестиция в новые проекты, это вложение в персонал, в свое обучение, в свое развитие, если, допустим, персонала у вас нет, инвестировать в себя, в подход, в лояльность к вашим заказчикам, к вашим клиентам, для расширения клиентской базы, давать им какие-то скидки, подарки, потому что Паш Пентакли это презент, это как раз то, что поможет расширить вашу клиентскую базу, потому что вы будете более лояльны к своим заказчикам, что в негативе, двойка жезлов, четверка жезлов, восьмерка чаши, но здесь чаще всего эти карты показывают, что жить на два дома, на две семьи, например, у кого-то в прямом смысле слова переезд из одного дома в другой, хотя вам это не очень хочется, например, у вас заканчивается срок аренды, либо если это касается вопросов коммерческих предприятий, вы арендовали офис, закончится срок контракта, продлевать не хотят, либо диктуют те условия, которые вам неудобны, то есть вам нужно съезжать, то есть искать нечто новое, либо жить на две семьи, подразумевается, что вы дого можете приходить поночевать, знаете, в себя и самого себя посвящать работе, то есть хоть разорвись, и эта ситуация у вас вызывает такое некое отчаяние, потому что восьмерка чаш, это нежелание покидать дом, это нежелание быть, вы знаете, как раздваиваться, успевать все сразу, и как следствие, двойка жезлов здесь может говорить о том, что вы будете искать выбор, будете искать альтернативу, чтобы впоследствии не оказываться в подобного рода ситуациях. Совет, ну, совет у нас падает аркан луна, по луне это в первую очередь акцент, загляните вглубь себя, чего вы боитесь, что вас страшит, что вас пугает, это, знаете, прописать себе план, даже в каких-то негативных вариантах, по тому вопросу, который вас волнует, и посмотреть, а все ли так страшно, как вам кажется на самом деле, плюс это акцент, опираться на свою интуицию, на свое чутье, не бояться доверять своему внутреннему я, развивать свое внутреннее я, прислушиваться к каким-то вещам, знакам, то есть вещи сны, информация, которая вам идет, потому что данный аркан всегда указывает, что вот, тебе поступают сигналы в плане принятия верного решения, выбора твоего пути, либо подсказки на каких-то бытовых уровнях, то есть чем заниматься, с кем общаться, каким идти путем, как себя реализовать, то есть это в первую очередь, посмотри вглубь себя, загляни себе в душ, хорошо, посмотрим, что у вас, в плане неожиданности, у вас здесь коса, башня, ой, ой, здесь звезда, так, что могу сказать, первое, у вас здесь, если вы запускали, это в первую очередь касается вопросов здоровья, потому что коса башни аист, это может быть внеплановая госпитализация, почему, в первую очередь, это касается глаз, не дай бог там ячмень или что-то еще, даже у вас глаза перевязаны, и не рекомендую еще в рамках этого периода, если вы собирались сделать лазерную коррекцию зрения, то лучше все-таки отложить, перенести, дальше, коса башни аист, это изменение условий труда, изменение условий контракта, и вот то, что я вам еще говорила, когда у вас расторгнут договор по недвижимости, и вы будете искать что-то иное, то есть перемещаться, либо искать, это касается, допустим, не только вас, например, искать недвижимость для своих родственников, для своих близких, в плане переезда, смены места жительства, адаптации, то есть это помощь, именно в плане реализации, в плане жилья, еще, если это касается госпитализации, на стационар, допустим, ваших родственников, то не отказывайтесь, потому что, как говорят арканы, видите, у вас, ну, колоды звезда, то есть терапия, которая будет вам оказана, в медустве учреждения, она будет более эффективна, если вы будете лечиться на дому, у некоторых, это вопросы изоляции, от других, допустим, съехать на другую квартиру, либо родственники уезжают, чтобы от вас изолироваться, потому что вы здесь можете переносить какие-то респираторные заболевания, не обязательно это кое-то, это может быть просто простуда, либо заболевание, которое вы подхватили от детей, ну, не дай бог, там ротовирусная инфекция, почему я так говорю, потому что коса башня, это когда остро или резко накрыло, но видите, по аисту, то, что быстро проходит, поэтому переживать по этому поводу не стоит, нервничать не стоит, это не та информация, когда вы себе говорите, о боже, я послушал, лучше бы я не слушал, один сплошной негатив, нет, предупрежден, значит вооружен, поэтому, здесь, поскольку, есть риски, подцепить, какое-то респираторное заболевание, что вы делаете, в общественных местах, вы соблюдаете, меры предосторожности, носите маски, соблюдаете гигиену рук, не касаетесь лица руками, я понимаю, что сложно все контролировать, но, это вот повторюсь, или может быть ячмень, какие-то нарывы, да, и вам придется обращаться в больницу, или вопросы респираторных заболеваний, поэтому будьте здесь осторожны, но вообще, просто в позитивном контексте, это то, что касается вопросов, смены недвижимости, поэтому не все так плохо, и не все так страшно, наша задача негатив, перекрыть позитивом, поэтому стабильности вам, помощи, поддержки со стороны, друзей, знакомых, окружения, пусть судьба вам улыбнется, пусть вселенная вас поддерживает, и пусть все невзгоды, вас в обязательном порядке, проходят стороной, вот таким у вас вышел расклад на эти 7 дней, искренне верю в то, что информация для вас будет во благо, вас я благодарю за внимание, с вами не прощаюсь, до новых встреч!